Нулевой дефицит – профицит бюджета 2023 года. Общий объем доходов – 15 миллиардов 692 миллиона с лишним рублей. И точно такие же расходы. Второй год подряд при планировании необходимых трат депутат ориентируется на реально возможные доходы. Расходы у нас все на 99,8% программные. У нас на следующий год предусмотрено 19 программ, в чем хочу отметить, что в этом году все программы, которые существуют в нашем округе и в правительстве Московской области, заканчивают свои деятельности с 2023 года. У нас все 19 программ новые. Ну, где-то изменено название, где-то программы меняются, переходят с одной программы, с другой программ. Это тоже мы все это обсуждаем. Хочу сказать еще о том, что наш бюджет по расходам социально ориентированных. Главный финансовый документ разбирался подробно на заседаниях комитета по бюджету и на профильных комитетах. Все 27 депутатов проголосовали за принятие бюджета в первом чтении. Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы принятия имущества в собственность Сергиево-Посадского городского округа. Таким образом, на баланс приняли дорогу общего пользования на улице Владимира Высоцкого в Сергиевом-Посаде. Дороги Высокого, Посевьева, Марьина и Шеметова. Подняли депутаты и такой острый вопрос округа, как общественный транспорт. На дальних маршрутах наблюдается явная нехватка автобусов. Люди подолгу не могут уехать из-за сбоев в расписании. Причина – изношенность общественного транспорта. Связано это в основном с техническим состоянием перевозчика, с большим износом силового средства. Третьего перевозчика выполняет полную мобильную транспортную работу без перевоев. Человек хочет думать, строевые увеличились. Более того, еще и есть проблемы. Не по всем маршрутам соблюдается классность транспортных средств. В соответствии с действующим образом. Сейчас администрация обратилась за помощью правительства Московской области по обновлению в любом составе производственной базы города Средневпосад, чтобы нас привело к выполнению транспортного в полном объеме. Коллеги, вы конкретно тоже обратились в плане с правительством, также за поддержание данного решения вопроса. Обещают нам поставку 15 новых автобусов среднего класса в ближайшее время, скорее всего, это прямо с самого начала следующего года. Эти транспортные средства будут закреплены за самыми проблемными маршрутами. У нас очень много сейчас жалоб по 31 маршруту, можно сказать, по Уручки, Васильевск, по Союзу, большие, там альтернативы нету. С 8-го, в частности, маршрута очень много жалоб по Невпо, по Зурцову, в 42-й, в 49-й, очень проблемный сейчас маршрут, где много нареканий, есть введения классности, как раз по 23 маршрута. Проблем много. С помощью правительства Московской области, надеюсь, в ближайшее время мы решим эту проблему. Но в идеале автобусов надо больше 15, поэтому администрация и депутаты продолжат заниматься этим вопросом. Еще одна серьезная проблема в Сергиевом посаде – отопление. В условиях участившихся аварий на теплосетях и модернизации системы сейчас не во всех домах поддерживается комфортная температура. Но работы в этом направлении ведутся максимально быстрыми темпами.